Книга «Очерки эволюционно-синтетической теории языка» 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 Книга «Очерки эволюционно-синтетической теории» Книга «Очерки эволюционно-синтетической теории языка» С языком дело обстоит иначе. Его язык существенным образом и его функционирование существенным образом зависит от функционирования человеческого мышления, от представления знаний, от других подсистем человека, сферы эмоций, память, внимание и так далее. Поэтому, как я считаю, для адекватного изучения языка необходимо совместно с языком и одновременно с ним изучать и другие дисциплины, которые тесно с ним связаны. Без этого адекватные теории языка, мне кажется, мы построить не сможем. С этим и связан термин «синтетическое» в подходе очерки эволюционно-синтетической теории языка. Вторая тема, которая также чрезвычайно важна, связана с разработкой универсального языка мысли, то есть невербального когнитивного языка для описания человеческих понятий, таких как стул, дерево, бежать, есть и так далее. Мы вводим в качестве лексикона этого языка, я ввожу класс базовых концептов. По своему статусу базовые концепты аналогичны семантическим примитивам Анны Вишбицкой, элементарным смыслам Игоря Мельчука, словоподобным атомам Наама Хомского, но в то же время они качественно отличаются от этих понятий. Дело в том, что элементарные смыслы Мельчука и семантические примитивы Вишбицкой – это слова естественного языка. Причём такие слова, значения которых имплицитны, постулируются, что эти значения исходно понятны носителям языка и не требуют никаких дополнительных разъяснений. Это же можно сказать и о словоподобных атомах Хомского. Это не слова, но это такие когнитивные единицы, которые не имеют точных дефиниций. Также воспринимаются имплицитно. В отличие от них, базовые концепты, которые мы вводим, имеют строгие определения. Как они определяются? Каждый базовый концепт представляет собой дуальную структуру и состоит из элементов принципиально разной природы. С одной стороны, это ментальные образы, образы окружающих человека предметов и действий. Того же стула, озера, действия бежать, есть и так далее. Второй компонент базового концепта – это функция, то есть интерпретация ментального образа. Ну, например, функцией стула является способность его представить человеку возможность сидеть, опираясь спиной. Функция концепта – это человек сильно отталкивается ногами от земли и переносит свое тело в другое место. Вот такими дуальными структурами и определяется базовый концепт. Можно задаться естественным вопросом. Ну, хорошо, мы понимаем функцию артефактов. А имеют ли функции натуральные объекты? Река, озеро, дерево, овраг. Я считаю, что все окружающие человека объекты и действия имеют функции, то есть получают человеческие интерпретации. Например, озеро имеет такую функцию – обеспечивает сохранность большой массы пресной воды, препятствует ее растеканию в разные стороны. Таким образом, мы видим, что и артефакты, и натуральные объекты представляются дуальными структурами, состоящими из невербальных когнитивных единиц. С помощью такого языка далее определяются лексические и грамматические понятия – переходность, залог, падежи и так далее. Благодарю за внимание.